Так, ребята, всем привет, с вами ГуфГуф, и сегодня, ребят, я вам в этом ролике расскажу много чего, что будет происходить на ивенте в этом году в Бисфарм Симуляторе. И начнём мы, ребята, с того, что Аннет сегодня в Дискорде наконец-то зашёл и пообщался со своими фанатами, можно так сказать, или как, любителями Бисфарм Симулятора. В общем, он начал с того, что он создал шарики. Я думаю, что вы прекрасно видели, что это за шарики, сейчас вы увидите на экране скриншот этих шариков. И он объяснил, что это за такие шарики. В общем, он пишет так. Сбор пыльцы цветов под воздушными шарами помешает пыльцу в воздушный шар, а не в ваш рюкзак. А затем воздушный шар переносит пыльцу в ваш улья, где она накапливается в вашем воздушном шаре улья. То есть будет один такой вот общий большой воздушный шарик, который будет скапливать очень много пыльцы. Когда вы преобразуете воздушный шар из улья, он даёт благословление шара в зависимости от его размера, что даёт ёмкость и мёд в улье. То есть вы собираете сначала пыльцу на поле, вот так вот бегаете, собираете пыльцу, собираете, и эта пыльца будет накапливаться в шарике. То есть будут, наверное, вот эти шарики летать вокруг вас, как будто бы сейчас летает поп-стар, звезда у меня. И, ну, сейчас у меня её нету, конечно, но я думаю, вы заранее видели. Ну, либо скорчинг-стар, либо какая-то другая звезда, которая крутится возле вас. Этот шарик кружляет возле вас, вы собраете пыльцу, и этот шарик увеличивается по мере того, сколько вы там пыльцы собрали. Когда этот шарик, ну, как бы бонус шарика заканчивается, ребят, этот шарик летит к олею, и где-то возле улья будет ваш воздушный шарик, который отвечает, ну, как бы за то, сколько вы там вообще собрали этой пыльцы с помощью воздушного шарика, который вы только что использовали. И когда этот шарик разгрузится, вся пыльца перекинется в общий воздушный шарик, ребят, вы получаете вот сюда вот, вот вверху бонус. Сейчас я попытаюсь найти этот бонус, если я его найду, ребят, я обязательно вставлю, как он будет выглядеть, и вообще, что он будет давать. В принципе, я где-то видел скриншот, ребята, мне скинули Бисварм Ликс группу, и там, ребята, видел, что где-то был скриншот с этими шариками. Сейчас я попытаюсь найти, вот, я его нашел, он называется Баллон Блессинг. Это бонус вы будете получать тогда, когда будете разгружать шарик, который вы собирали. Он дает увеличение capacity, также увеличивает мед в улье, я не знаю, я впервые встречаю такой бонус, и также увеличивает мед из токенов меда на целый час, ребята, это очень много. И, ребята, я хочу сказать то, что чем больше вы соберете, тем лучше будут бусты от этого Баллон Блессинга. Еще, ребята, в инвентаре, ребята, скинули из тестового сервера, как выглядит описание этих шариков, и что они вообще дают. Сейчас мы можем, ребята, увидеть, например, описание черного шарика. Он пишет, что на 5 минут он дает буст, который увеличивает твой capacity на 25 иксов. Ребят, то есть, если у вас был миллион, это будет 25 миллионов. Если у вас был миллиард, это 25 миллиардов. Ребят, прикиньте, сколько это много. И также увеличивает фарм этой пыльцы на том поле, на котором вы использовали этот шарик в 4 раза. Конечно, ребята, это все просто, как бы можно так сказать, рандомные цифры. Возможно, там не будет 25 иксов, возможно, там будет 2 икса, а возможно, там будет только 1,5 икса, а возможно, будет 10 иксов. Никто об этом не знает, ребята, но как-то так вот выглядит черный шарик. Он увеличивает ваши capacity на поле, и он увеличивает также фарм пыльцы на этом поле. Еще есть белый шарик, который также что-то там дает, вот, например, увеличивает ваши capacity и работу лучших белых цветков. Я не понимаю, как это так, ну, переводится, но вот как-то так я его перевел, вот это вот описание. Вот, оно увеличивает в 10 раз твою capacity на белом поле, да? Или что? Ну, как-то так, короче, ладно. Еще есть розовый шарик также и красный. Красный пишет, что на 3 минуты дает boost 5 икс capacity и также увеличивает работу на красных цветках. То есть на красные пыльцы вы будете намного больше получать. Сейчас, ребят, я могу вот так вот прикрепить скриншот, как оно вообще отображается, вот этот вот шарик, когда вы его используете. Он как бы летает за вами, и там вверху циферка отображается, сколько вы вообще наформили пыльцы. Это по поводу этих шариков, ребят, но это еще не все. Сейчас я вам расскажу еще много чего интересного, что касается бисмоса. Давайте так, мы сейчас затронем старые темы, которые сейчас уже есть вроде бы на сервере, но они будут изменены. Начнем мы, ребята, с пчелок. Вот если зайти сюда, в бис, тут у нас есть все пчелки, которые, ну, просто вот вперемешку стоят. Вот тут вот эпические, легендарные, ивентовские все вперемешку. Если взять скриншот из тестового сервера, то, ребят, вы сейчас можете увидеть, что каждый вид, каждая редкость пчелки отделена. И вот как-то так это все будет выглядеть. Камоновские будут в одну колонку, ну, то есть одна пчелка только в басикбе. Редкие будут в вторую колонку и так далее, ребята. Это все будет выглядеть. А еще по поводу пчелок, ребят, это еще не все, ребят. Пчелки будут меняться. Сейчас, ребята, давайте мы посмотрим, как, например, будет, ну, вообще, что будет давать старая нам всем известная пчелка. Вот, например, Demon Bee. Если мы посмотрим, то, ребята, мы увидим, что эта пчелка, ребята, уже дает 10% к Instant Bomb Conversion. То есть вы будете собирать, ребята, бомбочки, и эти бомбочки сразу конвертируют вашу пыльцу в мед на 10%. Это много, ребят. Если сейчас посмотреть на демона, что он дает, то, мне кажется, там вообще не то. Там даже за Instant, даже слова не говорится. Давайте сейчас мы посмотрим. 25% Red Bomb Polen. То есть получается, что демо пчелка красного типа, она будет очень полезная в синей пыльце. Потому что в синей пыльце больше всего используют бомбочки. А эти бомбочки, ребят, когда вы будете собирать с демо пчелкой, они будут вам меньше загружать в ваш рюкзак. Ну, это просто имба, пчелка будет для синего улья, и ее надо будет обязательно брать. Давайте сейчас посмотрим на еще каких-то пчелок, которых нам скинули ребята из тестового сервера. Вот, например, давайте посмотрим на Райли пчелку. Райли пчелка, ребята, также, также немножечко изменилась. Она вместо своего бонуса на 10% на красную пыльцу, дает бонус, который увеличивает capacity на красном поле. Почему-то я заметил, что вот в основном все предметы постоянно увеличивают capacity. Неужели сейчас не хватает capacity в рюкзаках, ребят? Вот скажите, кому не хватает capacity в 1 миллиард, 2 миллиарда, 3 миллиарда пыльцы? Вот есть такие ребята, кому вот серьезно, вот прям очень неудобно формиться с таким рюкзаком? Ну, мне, в принципе, с миллиардным рюкзаком, даже с 2 миллиардным, было нормально формиться. Я, в принципе, даже не успевал его забивать за время буста. Лучше бы Аннет добавил, чтобы вот не capacity расширить, а чтобы instant conversion расширить и farm расширить. Чтобы вот я формил и рюкзак не забивался, а я много пыльцы получал. Было бы намного круче. Ладно, давайте сейчас посмотрим на Бако Би. Бако Би дает сейчас, вот что он сейчас дает? Он сейчас дает фигню, он дает 10% на синюю пыльцу. А в обновлении с тестового сервера мы можем увидеть, что Бако Би будет давать 10% пыльцы на синем поле. То есть, так же, как и Райли Би, просто на синее поле. Это ладно, давайте сейчас посмотрим на X-Hounded Bee. Это очень уставшая пчелка, она сейчас дает 25% буст-бомбочек. Кстати, ну, этот бонус, он вроде бы хороший, но он не нужен вообще, потому что буст-бомбочек в синей пыльца нету. Ниндзяки спавнят блю-бомбочки, баблы спавнят блю-бомбочки, буст-бомбочек у меня вообще почти нету. Так что вот я бы ее вообще убрал из ульи, если она у меня есть. Кстати, надо так и будет и сделать, потому что, ну, пока что не вижу толка от нее. А вот сейчас на тестовом сервере пишут, что эта пчелка будет давать 10% на белом поле. То есть, если вы на спайдере, если вы на донделионе, санфлавере, кокосовом поле, либо ананасовом, то у вас капасти вырастает на 10%. Но эту пчелку я, конечно, буду убирать, потому что я в белой пыльце пока что не сижу. Когда буду переходить в белую пыльцу, а это, возможно, даже не наступит, то тогда, ребята, то да, тогда, ребята, можно будет надеть эту пчелку. Так что вот пока что так. Это по поводу пчелок. Пчелок будут жестко менять и еще я вам кое-что не сказал, ребята. Очень-очень-очень важную инфу. Есть инфа по поводу новых пчелок. Вот эта вот пчелка, которую я снимал раньше, она будет называться Байонг Би. И она переводится как жизнерадостная пчелка. И эта пчелка, ребята, она будет делать имбу. Ребят, она будет превращать вот эти вот пузырьки в золотые пузырьки, которые будут собирать намного больше пыльцы. Они сейчас собирают больше, чем дает синяя бомбочка с плюсиком, если у вас даймонд масочка есть, и если у вас есть бабл одаренный. Но, если взять эту Байонг Би и ее одарить, то эти вот, ребята, пузырьки будут превращаться в золотые пузырьки. И они будут собирать еще больше пыльцы. Это для синей пыльцы просто мега-буз фарма. Еще по поводу второй инфической пчелы. Аннет сказал, что это будет красная пчела. И он пока что ее не доделал. Он не знает, как она пока что выглядеть будет. Может, знает. Я не знаю. Просто он не хочет показывать. Так вот, он говорил, что этих пчелок он еще сделал тогда, когда выпустил Фьюзи Би. Просто он не хотел их выпускать, но еще хотел доделать, чтобы они были имбовыми. Вот. И эти пчелки у него уже два года, да? Вроде два года просто у него на компе висят, и он не скидывал в обновлении. Но это все потому, что он просто откладывал, откладывал, чтобы выпустить такое мега-эпическое обновление, в котором добавится много чего. Окей, это по поводу пчелок. Все, мы обсудили. Вот я сейчас найду скриншот Байинг Би, ребят. И мы посмотрим на ее описание. Интересно, будет ли там описание или такого вообще скрина нету по поводу этой пчелки. Вот. Ну, если посмотреть, то мы видим, что она увеличивает капасити на 25%. То есть, неважно, вы в белой пальце, синий или красный, вам 25% капасити. Это просто имба, ребят. Если я сейчас, вот смотрите, у меня капасити сколько? 33 500. Но это просто из-за того, что я сейчас даймон масочка. Ну, если бы я сделал даймонд масочку, было бы больше. Давайте сейчас попробуем кое-что поднять. Один такой вот токен, который увеличивает капасити на 25%. Сейчас мы увидим, сколько я получу бонус капасити. Так, вот я, вот, 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 я сейчас, если его увижу, вот этот вот токен, который дает одна из пчелок с помощью предмета, который сейчас на моих пчелках, вот этого вот сновглоб. Так вот, мы сейчас увидим, насколько я смогу увеличить свой капасити. 25% постоянно. То есть, вы надеваете эту пчелку, делаете одаренно, и у вас капасити постоянно на 25% увеличена. Ну, цифры по-любасу будут другими. Мне кажется, что там 25% не будет, может 10%, может 15%, может 20%, ну, 25% это много, это очень много. Блин, я не вижу этого токена. Ладно, какая разница? Я думаю, что вы не раз замечали, как я поднимал этот токен, и моё капасити увеличивалось. Я бы хотел, конечно, сейчас вам показать, вот, насколько вообще там увеличится. Ну, я могу отсчитать, смотрите, 25% от, ну, я даже не смогу отсчитать, потому что там, ну, по-другому немножечко всё рассчитывается. Так, тут ребята решили покидать росточки, ладно, я пока что собирать не буду. Я не хочу, я просто зашёл, чтобы немножечко поубивать улиточку здесь, и вам рассказать, что вообще происходит на тестовом сервере. О, смотрите, ойл. Ладно, переходим дальше. Окей, Баинг Би я вам показал. Кстати, она даёт синие бомбочки. И у неё ещё есть, ребята, две пассивочки. Точнее, одна пассивочка. Она называется Баун Энтузиас. Когда конвертируется шарик, ваши пчёлки увеличивают конверт амонт в три раза. То есть разгрузка идёт в три раза больше. И что-то там ещё увеличивается. Короче, там много чего есть. Есть Gifted Ability Surprise Party. Это если одарить пчёлку, она получит такой вот новый скилл, который спаунит золотой шарик. Один за каждых пять уровней. То есть, если у вас 15 уровень пчёлок, то это будет три золотых шарика, которые для всех игроков увеличивают... Или что? Шарики. Спаунят рандомные токеры способностей на несколько секунд. Золотой баллант увеличивает бонус пыльцы. Ну, зависит от уровня пчёлки. И трансформирует все, или каждый, или, ну, я не знаю, баблы в золотые баблы, которые увеличивают фарм пыльцы на 50%. То есть, ребята, это ещё 50% пыльцы с каждого пузырька. Они, ребята, и так много собирают. А с этими, ребята, пчёлками, одарёнными вот Байанг Би, или как она называется вообще? Бай... Ба... Бо... Байант... Бо... Боянт... Боянт... Короче, как-то так. Боянт Би... Ребята, это будет вообще имба фарм. Ээээ... Если ты... Эээ... Сюрприз партии... Если ты соберёшь... Если ты коснёшься сюрприз партии, Эээ... То последние 6 минут... Inflate Balance. Ты получишь бонус Inflate Balance. Inflate Balance, вот видите, вверху. Вот эту вот штуку, что это такое. И тут пишет, что это увеличивает... Эээ... Твой фарм... Эээ... Вы шарики? Или... И с шариками... Ээээ... На твоём поле на 5%. Эээ... 2%... То есть... 2 сотых процента за каждый уровень. Баллона? Или... Или... Самого вот этого вот, ребята. Как его считать? Как его назвать? Ну, короче, ребят. Я думаю, что вы тут можете себе перевести. В общем, тут есть много чего интересного, ребят. Мы будем с этим ознакомливаться, когда... Я смогу попасть на тестовый сервер. Ребят, если у кого-то есть аккаунт, где... Есть доступ на тестовый сервер, ребят, обязательно свяжитесь со мной. Я бы хотел очень сильно заснять ролик на тестовом сервере. И вас как-то бы отблагодарил. Не знаю как, но как-то бы придумал. Что-то бы придумал. Окей, давайте так. Мы сейчас ещё кое-что посмотрим, ребята. Я сейчас вам кое-что ещё расскажу. Просто потому что, ну... Заканчивать я не хочу. Потому что ещё много чего Аннет планирует добавить. Давайте сейчас поговорим о бисмосе. Что будет на бисмосе? Ну, начнём мы с того, что на бисмосе будет... Много чего. Будут новые квесты, которые останутся навсегда. Которые они будут постоянными. Будут, ребята, много разных бустов. Которые вроде бы, ребята, будут увеличивать ваш фарм. Ещё по поводу джинджербридок. Аннет сказал, что вот эти вот джинджербридки, которые у вас сейчас есть, они не будут использоваться в магазине. Вы не сможете покупать какие-то предметы на ивенте. Вам надо будет фармить опять вот эти вот джинджербридки. Вот эти джинджербридки, которые у вас остались, они, ребята, будут переименованы. Они будут как-то по-другому называться, и вы их использовать не будете. Но вы можете их до сих пор использовать, ребята, для того, чтобы, ну, просто одаривать своих пчёлок. Вот сейчас я могу попробовать вот взять вот эту вот печенюшку и одарить своего тапочка. Давайте сейчас вот так вот и попробуем сделать. Вот берём и даём вот этой пчёлке. Мне почему-то вот это хотелось дать. Я думал, что я сейчас сделаю её одарённой, но, к сожалению, не получилось сделать. У этого печенюшка есть один шанс сделать любую пчёлку, даже ивентовскую, одарённой. Это вообще просто имба печенюшки. Их фармить вы сможете, ребята, с помощью, ну, вот такой вот масочки, если у вас есть нащенка. Рейндер Антлерс. Вот такая вот штука вам нужна для собачки. И она появится в ивенте, но будет немножечко изменена. Здесь те, кто уже достал в прошлый раз, она будет вот тут вот отображаться, как будто бы первое издание. Тут будет циферка 1, и что-то там, ну, как когда-то пчёлки были, которые раньше только добавляли, и за донат продавались, ребят. Ну, короче, кому я объясняю? Вы, я думаю, прекрасно знаете, ребят, просто надо сделать так, что те, кто раньше достал эти вещи, они будут отображаться, как будто бы первое издание. А вот уже на следующий ивент они уже будут просто вот так отображаться, как сейчас. Вот просто как-то вот так, и всё. Добавится венок, добавится много новых вещей, а ещё, ребята, ну, должно вроде бы что-то ещё поменяться. Ну, я даже не знаю, что. Знаю, что вот здесь вот, вот тут вот, что-то будет. Я не знаю, что, но мне кажется, что тут будет какая-то локация новая. Вот сюда вот, именно вот сюда вот будет проход на новую локацию, либо там что-то будет. Я не знаю, что, но на этом скрине вы сейчас, ребят, можете увидеть. Вот там серьёзно, какой-то забор, заборище такой прям очень большой, и там непонятно что. Там какой-то вот, можно посмотреть, вот здесь вот ананасик вроде бы, да? Да, вроде бы здесь вот ананасик, видите? И сюда вот какой-то проход. Вот именно вот сюда вот, в эту сторону что-то есть. Во, сейчас вы можете увидеть ещё один скриншот. Кто-то как-то так скинул скриншот, что вот вы сейчас отсюда можете увидеть, что тут что-то появилось. Вот видите, ананасик. Так, здесь вот что-то есть, вот там вот, именно вот тут вот, за этой вот областью, ребят. Блин, это же просто еба, сколько здесь всего происходит. Так, давайте я вот, окей, это походу какой-то новый магазин, в котором что-то будет. Это не, это не новые локации, я всё-таки вот, я как-то подумал, что там будет новая локация, но нет, это не новая локация. Хочу сказать по поводу бафов. Бафы про бусты, вот эти вот бусты ветра. Они будут изменены. Раньше, вот сейчас, они дают буст на 10 минут или 15, вроде на 15. А в ивенте, ну, когда выйдет ивент, это всё поменяется, и буст будет длиться 30 минут. Это очень классно, очень топово. Потому что, ну, можно будет нафармить намного больше с помощью этих бустов. Так, давайте в рулеточку сыграем, попробуем что-то вытащить. Так, нам бы ойл забрать. О, 5 тикетов вроде где-то здесь было, да? О, ойла вижу. Нашёл. Это фигня. И, ну, ладно, всё, ничего больше не достал. Окей. Это по поводу храма ветра. Ещё хочу сказать то, что Аннет поменяет Diamond Bee. Я вам так и забыл сказать, ребята. Diamond Bee будет иметь какую-то способность, ребята. У него появится новая пассивочка. Сейчас на скриншоте вы можете увидеть, что это за такая пассивочка. Кто шарит английский, тот может себе перевести. Но давайте я всё-таки попробую вам как-то, хоть как-то, примерно перевести, что вообще это будет там значит. И что оно вообще будет давать. Это пчёлка. Только я не помню, где я это видел. Надо сначала найти скриншот. Но вот я, к сожалению, потерял этот скриншот. Поэтому я вам сейчас не смогу показать, что будет давать вот это вот Diamond Bee. Ну окей, ладно. Ещё появились новые звуки в инвентаре Аннетта. Сейчас мы услышим вот такой вот звук. Bean Flight называется. Вы услышали? А то я не услышал. Окей, звуку дадим. Услышали? Вот это я думаю, что услышали. Ладно, ещё один вот такой вот звук есть. Bean Flight 2. То есть, короче, ребята, я так понял, что это всё касается по поводу вот этих вот шариков в Bean Flight. Мне кажется, что это что-то типа того. Ладно, ребята, давайте сейчас я вам кое-что ещё расскажу. И будем потихонечку заканчивать. Окей. У меня ещё есть для вас две новости, которые я хочу вам рассказать. Ну и эти новости касаются по поводу пассивок в Star Amulet. Ребят, если у вас на балансе есть 500 миллиардов мёда, вы можете подойти к этому амулету Supreme и нажать одну дополнительную кнопочку. Типа вот заролить. И вам предложат достать амулет с двумя пассивками или нет. Вы нажимаете, у вас мёд снимается. Я не знаю, весь мёд или там какая-то часть. И вы получаете этот амулет с двумя пассивками. То есть, 500 миллиардов, ребята, и вы получаете амулет, который вы хотели. Ну, конечно, там ещё нужно, чтобы пассивки выпали, те, которые вы хотели. А то, если там рандом плохой, то вам надо будет не раз использовать по 500 миллиардов, чтобы достать именно те две пассивки, которые вы хотели. Это раз. Второе. Ginger Breed. Каббади больше не вернётся в игру. Его вы не сможете получить. Возможно, будет какой-то каббади, но немножко другой. По-другому выглядит. В-третьих. Филдайсы. Филдайсы поменяются очень жёстко. И теперь будет три вида филдайсов. И каждый вид филдайсов будет работать по-своему. Ну, то есть, давать свои бонусы. Сейчас я вам объясню, как это будет работать. Будет три редкости этих филдайсов. Первый, точнее, первая редкость, это обычные филдайсы. Они будут давать буст на 100%, как и сейчас дают. Но, когда вы, например, дважды выбиваете буст на, например, на вот это вот Clover Field, то у вас не будет 200%, как сейчас это делается. У вас просто заменится буст, обновится, то есть до 15 минут на 100%. То есть, время просто обновится, но буст нет. Буст останется 100%, он не будет увеличивать. Вторая редкость, то есть, смузи дайсы будут давать сразу два буста на разные поля, и они будут сразу по 200%. То есть, один раз используете, сразу два буста получаете. Ну, они также будут работать, как и первый филдайс обычный. То есть, если выпал один и тот же буст на одно и то же поле, то вы просто обновляете время, но не буст. Буст остается 200%. И третий филдайс, он вроде черный, и он будет, ребята, давать... И он будет давать аж 300% сразу на три поля. То есть, использовав один филдайс, вы получите сразу три буста на три разных поля с бустом на 300%. Это вообще просто имба. Мне кажется, что вот эти вот филдайсы на 300% они будут очень редкими, и их будет сложно достать. И если вы вдруг его достали, то, ребята, вам очень крупно повезло, потому что если вам еще повезет выбить, ребята, с помощью этого филдайса на то поле, на котором вы хотите фармиться, это будет вообще просто имба. Это по поводу филдайсов. Ладно, и еще я вам хотел кое-что сказать, ребята. Вот эти вот все бусты, они здесь больше не будут. Видите, вверху. Они будут вот тут вот, внизу. Интересно. А, вот тут вот, где-то вот здесь они должны быть. Хотя нет, вот если я с телефона буду играть, у меня же тут маленькое расстояние будет. Значит так, тут будут бусты, а вот эти вот надписи, которые сейчас вроде бы есть, вот, мед собрал, они куда-то перенесутся. Мне кажется, куда-то сюда, либо сюда, либо туда. Я не знаю, короче, куда-то перенесутся. Окей. Ну, а на этом, мне кажется, что вот достаточно. Я рассказал, ребята, вот это вот все будет в следующих обновлениях, ребята. Аннет приготовил много крутых вещей для пчелок. Он приготовил что-то еще секретное. Он приготовил пару вещей для каждой пыльцы. Там, типа, шляпу, там, может, палку, может, рюкзак, я не знаю, может, плечи какие-то. Для каждой пыльцы что-то он придумал. И еще, ребята, может, я хочу сказать то, что пассивки будут также у вещей, которые вы будете собирать для ваших пчелок. Вот сюда, вот в Big Quick Capes. Вот, у меня тут две вещи не надеты. Одна. Надо надеть. Это же плюс 8500 капасити. А с моими бустами этих 8500 капасити, это не 8500 капасити, это намного больше. Давайте сейчас вот сюда вот наденем. У меня уже 31400. Все. Ладно, ребята, вот такой вот ролик получился. Если кому-то он понравился, ребята, и вы очень сильно ждете это обновление, ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Давайте до Нового года добьем мне 70 тысяч подписчиков. Если вы это сделаете, то, ребята, вы просто красавчики. Ну, а, ребята, всем, кто подписан, уже большое, очень-очень большое спасибо. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. С вами был Гуф Гуф. Всем пока, ребята. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok